Культ! 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 В Кирове 12 часов и 5 минут. Сегодня пятница, 12 мая. Заканчивается непродолжительная рабочая неделя, и это не может не радовать. Ну, а мы надеемся, что вы радуетесь тому, что у нас культпоход, и это прекрасная в том числе возможность выиграть призы, билеты, книги и так далее. Вас приветствуют по традиции в этот день Светлана Дождевых и Владимир Сметанин. Сегодня у нас театральный культпоход. У нас сегодня в гостях представители Кировского драматического театра. Обязательно их представим. Да, все верно. С нами в студии сегодня Константин Зайнулин, директор Кировского драматического театра, и Елена Чугой, актриса, исполнительница роли. Сейчас я подскажу. Анна Болейн и Джейн Сеймур. Вот так вот. То есть мы раскрываем сразу интригу, да? А что, я просто английские имена какие-то озвучил, еще пока непонятно, о чем это, почему. Здравствуйте. Добрый день, добрый день. Да, рада приветствовать вас. Действительно, я в компании с ведущей актрисой нашего театра, Еленой Чугой, которая исполняет роли, которую вы назвали, в ближайшем премьерном спектакле. Поскольку 26, 27, 28 мая на основной сцене Кировского образного драматического театра состоится показ, премьерный показ нашего нового спектакля, который называется «Монарх». И спектакль повествует о 25 годах правления Генриха VIII, короле Англии, повелителе Рандии, вошедшем на престол в 1509 году. Спектакль основан на реально исторических документальных событиях. И, конечно же, наверное, многие из наших радиослушателей знают, что Генрих VIII в первую очередь запомнился нам с вами, потомкам, тем, что у него было только официальных шесть жен. Ну, мы уже пытались шутить по этому поводу начала эфира. Даже по меркам, на мой взгляд, даже по меркам Средневековья это не так уж и много. Шесть жен, ну да, правда. А что бы не выговаривать, шесть жен и десять детей официальных. Да, правда, каждая из этих жен, к сожалению, либо была в итоге казнена, либо заточена в тюрьму. Поэтому спектакль и повествует, собственно, о постоянной смене фавориток монарха, интригах, дворцовых переворотов. И я, конечно же, всем советую спронировать посещение этого примерного спектакля. Это очередная работа художественного руководителя театра Игоря Вадимовича Рысова. Да, в спектакле задействованы лучшие творческие силы театра, да, порядка двенадцати артистов, да, среди которых, конечно же, Елена Чугуй, которая сидит сейчас рядышком со мной и, наверное, расскажет о работе над вашей новой ролью. Ну, Анна и Джейн — это одни из шести. Одни из. Это, получается, вторая и третья жена. Вторая и третья жена. И вы исполняете обе эти роли. Ну, не в один день, конечно. А, не в один день, да, да. То есть мы с другой актрисой работаем восьмёркой. Вдруг это какое-то режиссёрское решение. Нет, нет, работаем. Это две как бы абсолютно разные личности, две противоположности. То есть если Анна Болин — это жёсткое «нет», то Джейн Сеймур — это да. Это кроткое, это мягкое, это интересное. Покорное. Покорность, конечно, обязательно. Анна Болин — это стойкость, это сила, это, я не знаю, гордость, гордыня даже. Это будет классическая постановка или какое-то режиссёрское решение оригинальное? Как это? Ну, когда вы говорите о классической постановке, да, важно понимать, что вы вкрадываете в это срок. Да, поскольку, конечно, эта пьеса, наверное, неизвестна широкой публике, хотя она написана в 1969 году английской исследовательницей, да, английских правителей Тюдоров, да, автор пьесы Элис Рейчел, да, поэтому, когда мы говорим, классическое это или не классическое прочтение, это пьеса современного автора, строго говоря, нашего современника, да, но, безусловно, мы имеем достаточно консервативный взгляд на сценическое искусство. Но костюмы, вот, костюмы из 16-го века? Это будет костюмированная история. Да, получается, 17-й уже. Очень богатые. Первая половина 17-го. Очень богатые, интересные костюмы, да, которые создаются, безусловно, мастерами нашего театра в наших швейных мастерских. Красивый костюм. Вот я так и думала. 16-й век, да. Или 16-й все-таки. Опять мы запутались. 16-й. 16-й. В прошлом кульпоходе как-то влюхались, да, со слушателями. Я вот тоже думаю, что Елена сразу улыбалась на словах о костюмах. Там, наверное, очень какие-то красивые, пышные платья. Это как мечта любой девушки. Я все не видела. Я, конечно же, свой костюм мерила. Это очень красиво. И не только костюмы интересные, интересные, конечно же, и сценографическое решение, да, и та мебель, которая будет, да, представлена на сцене, да, будет воссоздан, собственно, царский двор, да, вернее, королевский двор, да, очень интересная мебель. Поэтому. То есть работы для декораторов, художников очень много. Более, более чем. Да, да. Справляетесь с силами драмтеатра или кто-то будет приглашенный специалист вот для решения сценографии, костюмов? Работает три профессиональных художника, да, один художник занимается, соответственно, резидентом и мебелью, другой художник занимается исключительно костюмами, третий художник следит за соответствием всем историческим, да, и, что называется, контекстом. Поэтому, я вас заверяю, это будет очень интересно. А помимо этого, раскрывая, раз уж мы начали раскрывать все секреты, то будут еще и музыкальные вставки, да, будет живая музыка на сцене. Поэтому, да, спектакль с момента открытия своего занавеса уверен, захватит зрительское внимание, да, будут танцы. Поэтому, да, а помимо прочего, да, и интригующий сюжет, да, предсказать развитие которого достаточно сложно, поэтому приходите 26, 27, 28. Возрастное ограничение 16+. У меня вопросы аналитического плана сейчас еще возникают, да, в, собственно, анонсе, да, этого спектакля указано, да, автор пьесы Элис Рейчел, о чем вы уже сказали, оригинальное название «Блудница». Все верно, да? Все верно. Ваша работа, поэтому 16+. Ваша работа называется «Монарх». Для меня это разворот на 180 градусов, «Блудница» и «Монарх». Вопрос к вам, Елена. Кто там «Блудница»? Смею предположить, что речь о Анне Болейн, но там есть реплика о Томаса Мора, где Томас Мор называет самого Генриха. «Блудницей, восседающим на водах». А-а-а, вон оно так. То есть, да. То есть, в несколько ином понимании, да, нежели мы сейчас воспринимаем термин «блудница». И все-таки главный-то замысел — показать кого? Ну, как следует из названия, конечно же, да, акцент будет сделан на самом короле Генрихе VIII, который наделен, как мы понимаем, да, неограниченной серой абсолютизма. И при всем при этом в течение всего спектакля мучается вопросами, что такое врасть, как ей распорядиться. Да, он одинок, он отчаян, да, происходящее торкает нашего с вами гавного персонажа, монарха, на безрассудные приказы. Именно поэтому, да, все его близкие, окружающие, начиная, собственно, с фавориток, да, со всех его шести жен, рано или поздно, к сожалению, будут либо казнены, либо заточены в Тауэр. Да, его ближайший соратник, друг, фиросов-гуманист Томас Мор, также будет казнен. Да, вот и, как я понимаю, режиссер и вся постановочная группа спектакля, конечно же, если не отвечают на эти вопросы, то хотя бы их задают... Зрителям. Да, зрителю, а зритель уже должен сам ответить на эти вопросы. Кстати, известная электронная энциклопедия упоминает такую очень интересную деталь, когда английские школьники изучают историю Генриха VIII, историю, связанную с его супругами, они заучивают как формулу, здесь буквально перевод, да, историю его взаимоотношений со своими женами, развелся, казнил, умерла, развелся, казнил, пережила. Ну, это как у нас, видимо, в России, там каждый охотник желает знать, да, изучают вот эти цвета радуги, а там они формулу такую учат скороговорку, как он, собственно, поступал со своими женами. Даже страшно как-то становится, развелся, казнил, умерла. Ну, интригует, интригует, кто пережила, да? Да, да, получается, да, кто-то и пережила. Надо сказать, что вообще персонаж Генриха VIII, он очень популярен на протяжении уже многих лет, да, у режиссеров, у театральных, у кинорежиссеров, там огромное количество произведений с ним связанных. И принято считать, что сам по себе Генрих VIII был человеком очень крупным, да, чревоугодие было там, у него там обжорство, вот вплоть до этого, собственно, и это приблизило его кончину, тогда принято считать. Интересно, конечно, знать, кто же будет исполнять роль Генриха VIII, или пока не будем мы открывать эту тайну. Ну, нет, это никакая не тайна, роль Генриха VIII исполняет замечательный артист нашей труппы Юрий Мазуренко, да, работа над этим спектаклем ведется уже достаточно продолжительное время, порядка двух-трех месяцев идут репетиции. Буквально через несколько дней все артисты заняты в постановке, Игорь Мазуренко, исполняющий роль короля, да, и замечательные девушки, да, исполняющие роль парида монарха, да, и другие персонажи уже перейдут, как мы говорим, на сцену, то есть уже на сцене практически изготовлены все декорации, уже пошиты все костюмы, поэтому буквально через... Тихо-то будет какой-то обвес, чтобы он действительно каким-то вот крупным представил, представлены... Ну, я уже не буду открывать все секреты, но, конечно же, как и положено королю, у него будет замечательный трон, да, у него будут атрибуты монарши в расти, да, замечательный костюм, да, соответствующий персонажу, который исполняет этот артист. Поэтому идут активные репетиции уже на сцене, уже в выгородке, да, мы активно готовимся, идет активная информационная кампания, я признателен тому, что мы сейчас в эфире. Я думаю, кого-то мы смогли заинтересовать, да, сегодняшним рассказом, я думаю, сегодня в течение вечера мы даже разыграем несколько билетов, например, на показ среди наших радиослушателей. А как вообще билеты? Осталось две недели, они уже есть, наверное, в продаже, да? На сайте театра можно уже найти, приобрести. И билеты, безусловно, да, билетные продажи идут активно, да, на три ближайших показа премьерных, и на сайте театра, и в билетной кассе театра, их, безусловно, можно приобрести, их становится все меньше и меньше, да, поэтому я призываю... Да, вот можно повторить, да, когда у нас пройдет премьерный показ спектакля «Монарха», это 26 мая, да, 18-30, а также 27 и 28 мая и 23 июня, то есть... Совершенно верно, 23 июня, под закрытие театрального сезона, да, наш театральный сезон 2021-20... Вернее, 2022-2023 ближится к завершению, он у нас 146 по счету, да, если уж забегать на июнь, то, конечно же, завершим мы сезон парадом всех премьер, созданных в этом театральном сезоне. Это четыре спектакля, да, мы покажем, конечно же, нашумевшую театральную работу все того же Игоря Рысова «Дядя Ваня», мы покажем, да, нашу недавнюю премьеру для взрослой аудитории «Шукшин рассказы», да, спектакль, да, сразу нарезка из нескольких новелл, из нескольких рассказов нашего с вами всеми любимого писателя Василия Макаровича Шукшина, покажем детский спектакль «Мэри Поппинс», который мы подготовили для юных кировчан в период празднования Нового года, да, и успешно прокатываем уже и в обычной практике. Напомню, каждое воскресенье на сцене нашего театра показывается тот или иной детский спектакль, да, для семейного просмотра, если у вас есть дети, что называется, пускайте возможность знакомиться с театром искусством. А еще, да, раз договорили о детях, хочу добавить, не все кировчане еще знают, что у вас проходят замечательные экскурсии по закулисью драм-театра, называется «Драма-тур». Это действительно так. Да, это очень интересно, я побывала, хочу поделиться, да, вот информацией, что... Это уже такая традиция, да, уже много лет, насколько я помню, существует, да, такая возможность. Ну, да, действительно... Ну, до сих пор, да, действительно, еще не каждый может... Я говорю, стала традицией, да. Да, при этом эта история, знаете, настолько камерная, в группе экскурсантов не более 25-30 человек, но рекомендую, если вы искренне интересуетесь театральным искусством, посетите эту экскурсию, она проходит каждые выходные, да, и основной изюминкой этого тура является конечно же, помимо того, что люди посещают театральный музей, да, есть еще и возможность зайти в закулисье, да, представляете, можно зайти в костюмерный театр и примерить какой-то костюм из наших запасников, да, можно в буквальном смысле попасть на сцену, да, и увидеть, каким образом, да, обустроено сценическое убранство нашего театра, какие механизмы существуют, как занавес открывается, как он закрывается, как опускаются штанкеты, да, и каким образом крепятся декорации, да и побывать, собственно, в мастерских, где эти декорации и костюмы создаются, это любопытная экскурсия. Да, я бы порекомендовала даже не только любителям театра, но и любителям краеведения, потому что там я очень много узнала и в целом о развитии театрального искусства в нашем городе, о наших героях, в общем, очень рекомендую, записывайтесь на экскурсии в Драма Тур. При слове краеведения сейчас у меня сразу же возникла мысль о годе основания драматического театра, да? Вот только тихо, потому что с этим связан у нас первый вопрос, который мы сейчас хотим задать, и задам я его в нашем телеграм-канале радиостанции Кировград. Вот прямо сейчас туда его запускаю, и правильно ответивший на этот вопрос, позвонивший нам в прямой эфир по номеру 211-101, получит билет на тот самый спектакль «Монарха», о котором мы начали разговор в сегодняшней программе. Напоминаю, возрастное ограничение 16+, а билет на 27 мая. Время премьеры в этот день это 17.00. Заглядывайте в наш телеграм-канал, отвечайте на вопрос, звоните, и билет будет вашим пригласительным. Ну и еще одна тема, на которой мы хотели бы поговорить. А, что-то Елена хотела бы добавить? Нет? Да про гастроли мы еще договаривались с вами поговорить, я имею в виду. А, замечательно. Ваших коллег из Республики Коми. Да, это действительно так. Этот сезон, да, Елена, которая сидит рядом со мной, не даст мне соврать, выдался активным на гастрольную деятельность нашего театра. Во-первых, к нам приезжают замечательные коллективы и гастролируют на нашей сцене из других регионов. В частности, в конце мая на нашей сцене выступит Государственный театр оперы и балета Республики Коми. Да, наши коллеги из Сыктывкара привезут, во-первых, бессмертную красику мирового балета, да, балет «Дон Кихот», балет «Лебединое озеро». Привезут несколько названий детских. Константин, позвольте, я вас прерву. У нас просто есть уже звонок, желающий ответить на вопрос, заданный в нашем телеграм-канале. Чтобы послушать нашу беседу, можно наушники сейчас надеть. Алло, добрый день. Добрый день. Да, как вас зовут? Меня зовут Наталья. Ой, Наталья, знакомый голос, наша постоянная слушательница и читательница, видимо, телеграм-канала уже тоже. Ну, не читательница, но вопрос так и получили. Да. 1877 год. Ну, понятно, но нет, все-таки в телеграм-канале другой вопрос. Я ведь никогда просто-то так не сдаюсь. Все-таки без того, чтобы заглянуть в телеграм-канал, я точно бы вопрос, конечно, не озвучил. Вопрос там совершенно другой. Вы уж простите, я не буду сдаваться, все-таки нужно его почитать. Мы его пока не будем озвучивать в эфире, хорошо? Хорошо. Да, у вас еще возможность будет дозвониться, попробовать ответить на другой вопрос, да. Ну, я немножко подзапутал, да. Ну, не стал банально, не стал банально в телеграм-канале спрашивать, в каком году был основан Кировский драматический театр. Тут вопрос другой, тут, собственно, будет. Продолжаем. Поэтому в конце мая мы принимаем на своей сцене замечательный театр из Сыктывкара, театр оперы и балета. Но принимаем мы не просто так, поскольку труппа театра отправляется с отменным визитом на их сцену. Да, эти гастроли обменные. А в этом театральном сезоне мы достаточно много поездили. Мы были и в Оренбурге, мы были и в Подмосковье, в городе Ногинск. Мы были и в Северской области, под Екатеринбургом. Да, вот сейчас едем в Сыктывкар. Осенью этого года, сразу после летних каникул, мы направимся в Краснодар. Затем ведутся активные переговоры с Костромой. Поэтому это одна из наших задач, и мы это действительно очень любим, да, выезжать в другие регионы, дарить свое искусство жителям, да, соседних областей, соседних краев. Во-первых, это, безусловно, да, приятно, поскольку, да, новая публика действительно нас очень тепло принимает. Во-вторых, это, конечно же, определенный родорост над собой, это какой-то обмен опытом изучения новых сценических пространств. И рассказ о нашем, представление нашего, да, города. Да, да. Из республики Казахстан, из города Арматы, который представит два замечательные, две замечательные постановки. Да, этот проект стал возможен благодаря усилиям, в том числе, и федеральных властей. Есть такая государственная общероссийская программа «Большие гастроли», да, и при поддержке Росконцерта коллектив русского драмтеатра из Казахстана едет, да, по стране, и в том числе заедет на нашу сцену в Кирове в конце июня. Да, а до этого еще и народный любимец, народный артист Росилик Санцанч Калягин, да, вместе со своим коллегой. Наши земляки еще, безусловно. Да, тоже народным артистом Владимиром Симином разыграют 3-4 июня на нашей сцене замечательный спектакль «Лица». Спектакль поставлен сразу по нескольким юмористическим рассказам Чехова, да, этот спектакль репертуарный, и находится, да, в репертуаре Московского театра «Сатара», который, собственно, и возглавляет Александр Александрович Калягин. Поэтому и это событие, наверное, нельзя заинтересованному зрителю пропустить. Я вот так вот сходу назвал только три крупных проекта, хотя их, конечно, больше. Как принято говорить в таких случаях, следите, пожалуйста, за афишей, за социальными сетями театра, за нашим сайтом. И, конечно же, включайте нашу с вами радиостанцию, потому что мы здесь частые гости, за что мы вам признательны. Взаимно, да. Несколько минут у нас уже попытка, да, ответить на вопрос. Давайте поприветствуем. Да, алло, добрый день. Добрый день. Добрый день, да, извините, вас немножко заставили подождать, но не мог просто прервать Константина, потому что второй раз делать это уже как-то неприлично, да. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Светлана. Светлана. Отвечайте на вопрос, который был задан в Слигра. Через четыре года, 2027-й. Все верно, все верно. Вопрос был следующим. В каком году нашему драмтеатру исполнится 150 лет? Вот такой был вопрос. Да, да. 2027-й. Все отлично, мы вас поздравляем. Именно вы и получаете пригласительные билеты на две персоны, да, на спектакль «Монарх», который состоится 27 мая. Возрастное ограничение 16+. Не кладите, пожалуйста, трубку. Передаем вас нашему редактору. Скоро мы озвучим список призов, которые у нас сегодня присутствуют в «Культпоходе», и там еще будут пригласительные билеты на спектакль «Монарх». У нас есть полторы минуты для того, чтобы пообщаться, еще до рекламной паузы. Вот все-таки у нас Елена как-то слишком мало участвует в нашей беседе. Еще давайте немножко вот про «Монарх», про эту ауру. Нет, а может быть, Елена расскажет, в каких еще спектаклях она играет, в каких еще можно ее увидеть постановка. Документальный спектакль «Женщина Сергея Есенина». Обязательно приходите. Зрители очень любят этот спектакль «Я там играю». Я просто вот наши радиослушатели не видят, какая Елена прекрасная, красивая. Да, я сижу и наслаждаюсь, поэтому очень хотелось бы узнать список, да, в каких спектаклях можно вас увидеть. Список большой, правда. Работы много, и слава богу. Да-да, и это прекрасно. Я тут почитал просто до нашего общения ваше интервью, или одно из ваших интервью к Кировскому изданию, вы там говорили о том, что хорошо, и слава богу, что работа есть, да, и главное быть задействованным постоянно. Это очень важно, потому что, правда, для артиста, мне кажется, это невероятное чувство, когда ты понимаешь, что ты нужен. Это прекрасно. Мечтать о какой-то единственной роли, наверное, не слишком правильно, да, можно и не домечтаться, что называется, да, всю жизнь прожить, и тебе ее не дадут, ты ее не получишь, а смысл в том, чтобы работать, работать, развиваться. Я правильно понял вашу мысль. Да-да, и сейчас вы только задействованы в премьерном спектакле в «Монархии», или еще в июне будут какие-то показы. Да, мы сейчас готовим премьеру «Монарха», и над ней активно работаем. Это основная сейчас цель. Итак, реклама сейчас у нас будет. Через полторы минуты вернемся, озвучим те призы, которые у нас есть, и наши гости будут задавать вам вопросы. Константин Зайнулин, директор Кировского драматического театра, Елена Чугуи с нами сегодня в «Культпоходе». «Культпоход» мы большую часть посвятили предстоящей примере. Это постановка «Монарх» 26, 27 и 28 мая на сцене драмтеатра. Встречайте, пожалуйста, у нас есть еще пригласительные билеты на 26 число, которые мы сейчас разыграем. Да, все верно. Но это один из призов, а полный список сейчас Светлана озвучит. Как всегда, мы разыгрываем пригласительные билеты в кинотеатр «Смена и дружба» на любой фильм и сеанс. Также у нас есть пригласительные билеты в Вятский художественный музей на две выставки. Выставка «Виктор Воснецов.Точка притяжения А» и персональная выставка «Виктора Глухова». Ограничение, возрастное ограничение выставок 0+. Также у нас есть подарок от Музея истории народного образования. Это статуэтка «Льва», которая повторяет известных львов на воротах здания. И это авторская работа Зинаиды Бушковой. Есть пригласительные билеты в Вятскую филармонию. На воскресенье, 14 мая, в 11 часов пройдет спектакль «Как Мишутка стал музыкантом. Ограничение 0+.» И 18 мая, в 18.30, музыкальная сборная России в Вятской филармонии. Ограничение 6+. Пригласительные билеты в галерею «Прогресса». На выставку «Столкновения». Ограничение 12+. И книги от магазина «Читай город». Ком Тоймби «Волшебник». Глубокий и насыщенный роман о Нобелевском лауреате Томасе Манне. Ограничение 18+. И Владислав Крапивин «Мушкетер и фея». Ограничение 6+. Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город», в торговых центрах «Театро», «Крым», в торгово-развлекательном центре «Макси» на Луганской и ТРЦ «Фестиваль». Что-то мы сегодня экономим на книжке. Обычно у нас больше в розыгрыше. Но это, видимо, решение нашего редактора. Ну что, давайте нашим слушателям вопросы будем уже задавать. Константин, да? Внимание, 211-101. Напоминаю номер нашего прямого эфира. Да, поэтому я так понял, что мы сейчас разыграем еще два билета. Нет, слушатель, который сейчас правильно ответит на вопрос, он сможет выбирать любой приз из представленного, приз списка. В том числе и пригласительный, например, у «Монарха». Если сегодня не разыграем, в следующий раз будем разыгрывать. Ну, раз уж мы сегодня так активно и много говорим о Кировском образцовом драматическом театре, то, наверное, и вопрос будет, безусловно, с ним связан. И это такой тест на внимательность. Мы только что выяснили, в каком году театр основан и когда ему будет 150 лет. Тест на внимательность. А какой же сейчас по счету театральный сезон? Сегодня у нас такая театральная арифметика, да? Когда был основан, через сколько... Еще на внимательность, проверка на внимательность. Потому что, да, Константин озвучивал эту цифру, какой сезон, да, заканчивается. Текущий театральный сезон. Текущий. Подумать только, тоже цифра тогда приличная. Цифра очень приличная, уж небольшая подсказка. Мы, безусловно, являемся одним из старейших театров в стране, да, с богатой историей. Основанным еще до революции. Да, оказался легкий вопрос. Уже у нас есть звонок. Алло. Наушники, пожалуйста. Алло, добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Валентина. Вопрос слышали? Отвечаете. Слышала, какой идет театральный сезон. Так. 146-й. Ну, абсолютно верный ответ. Прям в точку. Поздравляем вас. Сегодня у вас победа оглушительная, стопроцентная. Сразу определитесь с призом или передать вас нашему редактору. Хорошо. Да, хорошо. Редактору тогда все. Видимо, перебои связью какие-то. Есть какие-то традиции в театре начинать сезон? Какие-то особые, не знаю, может быть, фишки? Елена, расскажите о нашей традиции. Ну как, вот чтобы сезон был удачным, да? Вот как корабль на воду. Ну, чтобы сезон был удачный, нужно хорошо отдохнуть. Получается хорошо отдохнуть? Конечно. Секреты есть какие-то у артистов отдыха? Может быть, со сценой что-то связано, там, поцеловать сцену? Не знаю, там, пятачок положить куда-нибудь, там, в щелочку. Ну, знаете, это у каждого такой личный момент. Кто-то заходит в гримёрку с правой или с левой ноги, я вот точно не помню. А, есть всё-таки, да, какие-то следы? Кто-то на сцену заходит исключительно только, опять же, я вот не точно. Кто-то здоровается со сценой, это важно. Как бы нужно. Здравствуй, сцена. Ну, правда. Поклон такой. Мы уходим в отпуск. Почему важно отдохнуть? Потому что мы отдохнули, и в тот же момент мы уже соскучились. Нас тянет, мы зависимы, нас тянет в театр обратно, нам это нужно. Поэтому мы спешим, конечно же. Ну, нужно начинать с позитива, как и, мне кажется... Сколько вообще дней отпуска-то у артиста? Отпуск большой. Всё уже, между прочим, движется последовательно к завершению 146-го театра. Первого сезона, да, как я уже сказал, завершим мы его парадом премьер. И артисты благополучно будут отдыхать сразу два месяца, и июля, и август, да, и у каждого, безусловно, свои праны. Кто-то уедет в другой регион, кто-то будет в Кирове, да, воздевать дачу, кто-то уедет на море. Но при всём при этом сам театр свою деятельность не останавливает. И с большой радостью я могу анонсировать, что фестиваль на Семи Хормах, который с таким большим успехом прошёл в прошлом году, состоится и в этом уже второй по счёту. Фестиваль театра кино и журналистики на Семи Хормах пройдёт в этом году в Кирове с 6 по 13 августа. Кировский драмтеатр вновь станет главной сценической площадкой фестиваля. Открытие-закрытие фестиваля пройдёт в формате «Красной дорожки», по которой пройдут, да, звёзды театра и кино. Но в этом году ещё добавляется и кинопрограмма. На театральной площади беспратно будем показывать полнометражное, свежее, российское художественное кино. Будет две сценические площадки дополнительных мероприятий, фестиваля, спектакли, творческие встречи, моноспектакли пройдут на сценах «Вятской филармонии» и «Театра на Спасской». Будет ещё обширная образовательная программа, будет кинопрограмма не только в формате кино под открытым небом на театральной площади, но и в нескольких кинотеатрах города, в том числе мультипликационная будет программа «Цариус мультфильма» для юных зрителей, будет программа короткометражного кино. Ну и, конечно же, общедоступные беспратные уличные концерты. Концерт пройдёт, как и в том году, и на набережной Грина, и у дома Виттберга. Поэтому мы уже готовимся к этому фестивалю. А мы вас ждём в августе на эфир. Рассказать об этом ещё раз очень подробно. С 6 по 13 августа. Значит, в конце июля, в первых числах августа, ждём вас на эфир. Ещё один вопрос нашим слушателям. Следующий. Да. У вас же там список небольших вопросов. А следующий вопрос, конечно же, заключается... Мы с вами достаточно подробно поговорили, что театральный сезон нашего театра близок к завершению. Сколько в этом сезоне состоялось премьерных спектаклей? В этом, собственно, заключается вопрос. Но если наш радиослушатель ещё и назовёт их, да, это будет прекрасно. Сколько было премьер в этом сезоне? Да, тоже мы об этом говорили. А, говорили уже, да? Говорили. Всё, проговаривали. Я внимательно слушала. На эфир на внимание. Просто у нас программа заканчивается уже. Я думал, для облегчения задачи, может быть, варианты дать. Хорошо, не будем давать варианты. Будем... Ой, здорово. Сейчас посмотрим, может быть. Уже есть претендент, да. Добрый день, вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте, Марина. Да, Марина. Итак, повторять вопрос или нет? Сколько в эфире было премьерных спектаклей? Да, сколько было премьер в этом сезоне в Драмтеатре. И будет здорово, если вы ещё и название всех этих работ озвучите. Так, две премьеры было. Вот первый «Монарх» будет. Будет. Так. А какой он? Ну, вы начали этот путь, конечно, к победе, но нам бы очень хотелось, чтобы вы это более активно делали, потому что у нас буквально полтора минуты остаётся. Давайте мы тогда всё-таки, может быть, варианты... Варианты. Константин, можем быстро... 7-4-1. 7-4-1. Одна. Одна. Ну, для 46-го сезона, для областного драматического. Одна премьера. Ну что вы? Вот значит, четыре. Вот. Вот это уже посерьёзнее. Правила молодой середины. Да. Вы молодец. Ну, да. Всё соответствует правилам культпохода. Мы обычно даём ещё и вторую попытку ответить. Так что со второй попытки вы попали в яблочко. Не кладите, пожалуйста, трубку. Передаём вас нашему редактору, чтобы вы определились с призом. Полминуты буквально остаётся. Ещё раз напоминаем про перенеру «Монарха». 26, 27, 28 мая. Это такая уже вот грандиозная подзанавес, да, театрального сезона работа. Желаем, чтобы возымела она успех у зрителей, конечно же, да. Надеемся, что она войдёт надолго, да, в репертуар. Мы тоже на это надеемся. И спасибо вам за пожелание успешной премьеры. Да, конечно же, мы рады встрече со своим зрителем в нашем театральном доме. У нас 20 секунд. И приходите в театр не только на премьерные показы, но и на обычные. До новых встреч. Да, спасибо вам большое. Да, спасибо. Константин Зайнулин и Елена Чугой. На этом программа «Культпоход» завершается. Светлана Дождевых, Владимир Сметанин. До свидания. До свидания. Культ, 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 культ Культ, культ Культавод. Которые они по Had Продолжение следует...